Что-то уже такое даже, не самокатское, да, то есть, а скутер. И вот, друзья, приветствую, встречаем, Yicomura X. Да нет, на самом деле, не Yicomura X. И кто-то потом, что Dualtron X? Нет. Это Yicomura RS, версия 2020 года, а с вами вновь Станислав, магазин Гироскутер Шоп. И в этом видео мы с вами поговорим о флагмане в рядах электросамокатов Yicomura, версии 2020 года. Yicomura RS. Для многих, на самом деле, как и для меня, наверное, внешний вид сразу ассоциация, это Dualtron X. В принципе, предыдущее видео, которое снималось с колесами 13 дюймов, это Raptor 13 была, это версия, также от производителя Yicomura. Я говорил, что Dualtron X похож на Raptor 13. Но, на самом деле, увидев вживую уже RS Yicomura, то скажу вам, что вот RS уже практически один к одному по внешним параметрам, как Dualtron X. Наши коллеги уже сняли видео, тоже на RS сравнили с X также, да, то есть, в принципе, у них тоже такое же мнение, как я понял. Привет, кстати, передаем. Что можно сказать по этому самокату? Визуально, конечно, он брутальный. Сразу скажу, прокатился тоже на нем, проехался. Динамика, скорость есть, все хорошо, отлично. Отличие, конечно, от Dualtron X есть, во многом отличается, но сравнить его, к сожалению, наверное, все-таки только внешние параметры можно, но с точки зрения тормозов, динамики, конечно, не сравнится. Но, тем не менее, сегмент, скажем так, такого формата самоката с такими колесами, с такими характеристиками раньше был только Dualtron X. Все, больше аналогов, каких-то альтернатив не было. Но Yicomura, она развеяла эти, скажем так, мечты о том, что только Dualtron X занимает пьедестал 13-дюймовыми колесами и внесла в свою лепту в ряды этих самокатов 13-дюймовых. У нас теперь есть с вами в рядах и Raptor 13, и Yicomura RS. Безусловно, данный самокат также займет место свое. Как были фанаты Dualtron X, они так и останутся, но, безусловно, Yicomura RS найдет свой клиент и покупатель, потому что, помимо всех характеристик, о которых мы с вами сейчас поговорим, стоимость данного самоката на момент съемок составляет 125 тысяч рублей. Представляете, за 125 тысяч рублей вы покупаете самокат с 13-дюймовыми колесами. Мощность мотора колеса, по заявлению производителя, 2500 ватт каждый мотор-колесо. Но, опять же, мы заметили, что на гравировках на мотор-колесах стоит 2000 ватт. Опять же, уточнили у производителя, по заявлению производителя на заводе неправильно сделали гравировку на моторах. Поэтому здесь, как заявление производителя, 2500 ватт на каждом мотор-колесо. Аккумулятор у нас идет с вами 60 вольтовый на 45 ампер часов 45, друзья, элементы 21700 Контроллеры, опять же, по заявлению производителя стоят синусный, 45 У меня сразу тоже мнение, как туда поместился 45 Контроллеры же 45 синусные, если вы помните, друзья Они используют такого же формата, как ультрон в сериях, там, Т11 и выше iBalance Bandit модификация обновленная с вилкой МОТО, с обычной У них габариты, скажем так, одного контроллера примерно где-то так, а их два В итоге оказалось, что компания Якамура реализовала данные контроллеры И поставила их в рулевую колонку вот сюда Кстати, также необычное решение Они также поставили их такое же решение формату, установили на Якамура Ультра Но в отличие от Ультра, мне здесь больше понравилось тем, что здесь они как-то более компактные Некомпактные, меньше щелей здесь, скажем так, куда попасть в воде Но в любом случае нужно делать гидрозоляцию на любом самокате, неважно какой вы купите Дуалтрон за 300 тысяч, да, там X он сколько там, 320-340 стоит, да, его стоимость Дуалтрон на X купите, либо Якамура, либо еще какой-то самокат гидрозоляцию не экономьте, делайте Так вот, здесь вот, в отличие от той же самой Ультра, вот мы снимали, да, то есть в Ультре там разрез больше И больше возможности попадания влаги, то есть там гидроизоляцию нужно прям капитально герметить А то и даже план какой-то ставить, чтобы вода вообще туда никак не попала Помимо этого, здесь у нас с вами идет система охлаждения контроллеров Вот видите, да, такой ребристого формата сделано То есть решение такое необычное Это, наверное, второй самокат, который я вижу, скажем так, в рядах электросамокатов С решением контроллеров, выведенных в рулевую колонку И оба это Якамура Ультра и в данном случае РС Конечно, посмотрим, многие скажут, что зачем туда выносить, да, то есть это непрактично, неудобно Ну, на самом деле, все покажет время, как вообще линейка Якамура 2020 года себя будет вести на практике Но однозначно можно сказать то, что данные самокаты заслуживают уважения И заслуживают внимания со стороны электросамокатчиков, любителей электротранспорта Потому что здесь много, скажем так, необычного решения И опять же ценовой политики возможности доступности приобретения самокатов в той или иной комплектации Ну что, друзья, поговорим с вами о его возможности По заявлению производителя, максимальная скорость данного самоката составляет 70 км в час И пробег на одной зарядке достигает до 100 км Но, опять же, мы все это прекрасно с вами знаем, что если мы с вами тапку в пол наваливаем То пробег будет меньше, так же, как и скорость будет у нас с вами меньше Зависит от факторов вес райдера и манеры езды Что в глаза бросается, это, конечно, его передняя часть, так же вилка Реализация, да, то есть такого мото-вилка формата То есть, учитывая работы и езды, скажем так, моей и моих коллег на самокатах с мото-вилкой Могу сказать, что воблинг на самокатах с мото-вилкой, он вообще в появлении его минимально Поэтому, думаю, что об облинке здесь речь, наверное, и не может идти Максимальная нагрузка данного самоката по заявлению производителя выдержит до 200 кг То есть, спокойно 200 кг на него можно загрузить и кататься, ездить в дороге спокойно и не переживать, что не выдержит Подвеска у нас с вами идет, передняя, как вы видите, да, то есть она идет, у нас мотовилка Стандартная Сзади у нас с вами идет Как я понимаю, скорее всего, там интересно посмотреть, разобрать Ну, скорее всего, либо пружина внутри Более вероятно В принципе, вот прыгаю, ничего не пробивает Подножка у нас, кстати, стоит такая же, как на Raptor 13, только на Raptor 13 у нас стоит сзади Здесь у нас стоит с вами спереди И вес данного самоката составляет 74 кг По габаритам, на самом деле, по деке, по объему, вот визуально смотрится так же, как и Dualtron X Я на нем прокатился, кстати Могу сказать так, что плавность данного самоката, как он начинает ехать, очень меня удивила То есть очень плавный самокат у нас с вами получился В плане возможности установки, при установке синусных контроллеров Что, на самом деле, немножко, знаете, как сказать Сомнение вызвало, это тормозная система То есть, если мы с вами едем на небольших скоростях, она отрабатывает, в принципе, достойно И вопросов к ней нет, но если мы с вами едем на скорость уже, там, прилично, где-то километров 40 и выше То тормозов чувствуется, что не хватает Поэтому здесь, конечно, тоже, вот, надо бы, вот, компании Камура, я думаю, что, может быть, на следующих модификациях Поставить Нутовскую гидравлику, либо Ксут, если не ошибаюсь, называется Если я неправильно назвал, поправьте, пожалуйста, друзья Который стоит вот на Raptor 11-дюймовых колес, которые мне очень понравились Тормоза великолепные были, вот, то есть, я так думаю, что вот именно и на Ultra, и на RS-ке Нужно ставить вот такого формата гидравлику И тогда, я думаю, что вопрос тормозной системы полностью закроется Но, повторюсь, что на малых скоростях этой гидравлики достаточно Она отрабатывает, но если скорость будет уже, там, от 40 и выше, уже, конечно, не хватает Еще учитывая, что вес самого самоката, вес райдера, то есть, понимать, такой вот танк нужно еще остановить, правильно? Поэтому здесь, ну, как говорится, нет, знаете, пределу совершенства Потому что, если мы с вами говорим о самокате, там, например, Dualtron X, который идет, да, то есть, он там стоит за 300 тысяч И там тормоза стоят, то есть, неплохие свои штатные Ну, здесь у нас, извините, друзья, 125 тысяч рублей самокат Сюда можно поставить любую гидравлику, какую вы захотите, да, там, кто-то ставит там вообще за бешеные деньги Можно и нутовскую поставить, она достаточно доступна по цене И вам самокат обойдется, я не знаю, как практически, грубо говоря, 2,5 икса, да, то есть, при этом, при уже, там, дополнительной обновленной какой-то гидравлике, которую вы захотите поставить Что касаемо веса самоката, вес самоката составляет 74 килограмма Сзади у нас с вами идет удобная опора для ноги Кстати, здесь вот, по ощущениям, вот, немножко покатался, побольше поезжу, с вами еще поделюсь, мы еще видео отдельно заснимем Но по ощущениям, более-менее нормально опора сделана, в отличие от Ultra Вот Ultra, градус наклона опоры выше, и нога прям сразу же практически затекает, она под напряжением, постоянно вы ездите И здесь также у нас реализована ручка для переноски Самокат нелегкий, сразу скажу, ну, извините, 70 килограмм плюсом, да, то есть, самокат с таким запасом мощности и динамики, и пробегом, но не может быть, на самом деле, весить достаточно легко Комплектуется данный самокат с зарядным устройством, также комплектуется с сидением, то есть, поэтому в комплекте идет сидение Представляете, друзья, 125 тысяч рублей, самокат на 13 дюймов, 45 ампер-часов аккумулятора, еще сидение в комплекте Ну, на самом деле, то есть, если взять тот же самый Dualtron, любую линейку, да, то есть, в данном случае мы сравним с вами с X-ом То X-ом, там все отдельно, хотите освещение? Отдельно, хотите поставить сидение? Отдельно, то есть, любая опция отдельно, вольтметр отдельно, то есть, все, в общем, как, знаете, как у немцев автомобилей, да, за все плати, за все доп. опции, да Тут компания немножко подошла к такому формату, что максимально, скажем так, постаралась уложиться в ценовой бюджет доступности, да, то есть, и при этом предоставить возможность хорошим запасам хода и относительно достойной динамики самоката Ну, мы поэксплуатируем, обязательно посмотрим, поделимся с вами информацией в дальнейшем, как себя ведет с пробегом, я не знаю, там, 300-500 километров Давайте с вами подойдем поближе к рулевой части Рулевая часть у нас ее стандартная, велосипедного типа Идет в таком формате, как, в принципе, на линейке Ikamura Ultra Кстати, крепеж у нас с вами двойной, то есть, такой капитальный сделали, чтобы никакого, ничто не сорвалось, ничто не оторвалось, скажем так, да, то есть, мощно сделали Давайте справа и налево пойдем, у нас с вами стоит бортовой компьютер Здесь, кстати, бортовой компьютер, наверное, от всей линейки, по крайней мере, мы еще пока других моделей не дошли Сняли уже столько, там, 4 или 5 моделей Ikamura Вот LH-100 стоит, хотя вот мы Ultra снимали, на Ultra вообще другой бортовой компьютер Кстати, давайте с вами посмотрим, вот здесь у нас, кстати, вольтметр с ключом зажигания, где-то повернем, включим бортовой компьютер Здесь, смотрите, 5 режимов скорости Я думал, ну, наверное, знаете, вот как 3 режима скорости стандартно идет И дальше, ну, я думаю, просто поставили с запасом, наверное, да, что вот, ну, китайцы на фабрике Но на самом деле нет, я вот остановился специально И по моим, опять же, сугубо ощущениям, вот стартанул с третьей скорости, потом стартанул с четвертой и пятой скорости, да, то есть, отличается немножко ход езда То есть, в принципе, я так предполагаю, что максимальный режим, скажем так, ускорения или максимальный пробег, в принципе, бортовой компьютер, вот этот, за счет вот этих дополнительных двух скоростей, он увеличивает Ну, опять же, это переначально мое ощущение, ну, покатаемся, когда будем замерять скорость и с вами обязательно также поделимся Итак, о бортовом компьютере мы с вами поговорили, вольтметр с ключом зажигания, ниже у нас с вами две кнопочки полного привода эко-режима Грипс, кстати, стандартный, хороший, очень удобный, как я говорил в предыдущих видео, вот на ультры С левой стороны у нас с вами включение, отключение, включение, поворотники Поворотники у нас с вами, кстати, здесь у нас с вами, смотрите, как сделано тоже, как на дуалтронах, кстати, реализовано, аварийный режим И поворотники у нас с вами вот здесь так идут Сигнал мы не настроили, то есть, такси, электронный сигнал Кстати, я сразу сказал электронный сигнал, а не электронный тропс, как часто бывает у меня в последнем видео По освещению у нас с вами диодное фароосвещение Здесь, конечно же, на такой мощный самокат я бы поставил дополнительно, наверное, помощнее освещение Какой-нибудь такой прожектор, либо LED-овские фары, можно Arctic рассмотреть Спереди у нас также дублируется аварийный режим сигнализации мигающий Кстати, гидравлик у нас с вами настраиваемый, то есть регулируемый, точнее, можно регулировать по настройке, как вам удобно По крыльям, давайте, кстати, обратите внимание Вот кто смотрел, вот мы, я год назад, где-то даже чуть больше, наверное, года назад Снимал видео про Dualtron X, распаковывали его, катался И вот если вы помните, друзья, там был как раз влажный период времени погоды И после дождичка я прокатился И потом мы посмотрели на мою джинсовку Она вся была грязная, потому что крыло у X оказался кратковатым Здесь, к сожалению, если так обратить внимание, по крайней мере, визуально такая же история И, скорее всего, что здесь то же самое ждет меня учить, если я поеду во влажную погоду И на спине у меня будет все то же самое, что было на Dualtron X Поэтому здесь нужно нам с вами наращивать Однозначно какой-то брызговик, либо просто наращивать крыло Если это вам необходимо при покупке, мы можем это вам реализовать Так что обращайтесь Ну что, по тормозам мы с вами поговорили, по самокату поговорили Данный самокат, кстати, тоже обращу внимание, как и на Ultra идет с двумя USB уже С двумя портами гнезда зарядного устройства То есть мы сможем с вами одновременно заряжать двумя зарядками Поэтому будет заряжаться быстрее Учитывая, что здесь у нас с вами идет 45-амперный аккумулятор То зарядка с одной штатным зарядным устройством в районе около 15-20 часов Соответственно, с двумя зарядками будет намного быстрее Многие клиенты спрашивают, а почему не купить там 8 или 10 ампер часов зарядное устройство И поставить сразу заряжать Ну, друзья, большие токи для аккумулятора не очень хорошо Поэтому со своей точки зрения могу сказать, что максимально, которое допустимо И то, опять же, я не рекомендую, не советую вам А просто с точки зрения как самокачек к самокачку Но максималку можно рассматривать до 5 ампер Это максимум предельно, что для аккумулятора более-менее будет нормально Потому что остальные 8 или 10 ампер емкости зарядного устройства Это уже сильно большие токи будут идти в аккумулятор И срок службы вашего аккумулятора будет, конечно, гораздо меньше Поэтому, согласитесь, друзья, у нас, безусловно, хочется заряжать побыстрее Кататься подольше Но самое главное на нашем деле – это безопасность Безопасность – первое очередное, что необходимо Поэтому никогда не забываем о безопасности Это как эксплуатировать самокат, так же защиту, экипировку Всегда одевайте шлем, перчатки, защиту, черепаху Не стесняйтесь этого, потому что безопасность – это номер один во всем месте На любом самокате, неважно, каком вы катаетесь Итак, ну что, друзья, сейчас я хочу покататься на этом самокате Также поделиться с вами впечатлениями о поездке Замерим скорость Ну а я поехал кататься Ну что, друзья, погнали мы на РС-ке Сейчас покатаемся, посмотрим на этом корабле Друзья, приезжайте прокатиться, посмотреть Плавность самоката вообще безумная С места начинает прям настолько плавно Прям вот Даже я не знаю, как это описать С каким даже самокатом сравнить Из, скажем так, серийных, которые были до этого самоката И которые существуют на сегодняшний день Прям очень плавный самокат Прям вот Едешь, подвеска просто вот прям Сказочная Ну, безусловно, конечно С такими колесами Плюс вес самоката То есть отрабатка Ну, прям Очень достойно Очень нравится Ну вот, тормоза Вот на маленьких скоростях, как и говорил, великолепно отрабатывает А вот, если говорить, уже большие Сейчас поставлю скорость чуть побольше Ух, ветерочек так Прохладно стало на самом деле Сентябрь Где же это бабье лето, которое должно быть Что-то пока как-то не наступает Еще хочется на самом деле теплые солнечные деньки Поездить покататься На самокате Прекрасное теплое погодное время Надеюсь, еще погода порадует нас Вот, честно, сугубо, мое мнение Вот вообще по самокатам Да, то есть Самокат отличный Но я все-таки Опять же, да, вот просто, ну Трезвое свое мнение выражу Безусловно Это не кайни в огород Там, любителей Там, Dualtron X Да, то есть Такого формата Но по мне все равно Dualtron X Вот, например, если взять самокат Да, то есть Они, конечно, уже То есть Такого фигня Сегмента скутера, мне кажется Все-таки Больше уже даже Как Что-то уже такое Даже не самокатское Да, то есть А скутер Вот И вот Якамура Компания решила Как я понимаю Тоже этот сегмент рынка Занять И Сделать конкуренцию Dualtron Поэтому Езда Вот Что вот X Что вот Якамура RS Или там Например Да, то есть Такими колесами Большими То это уже, конечно, больше Относится По моему мнению Опять же Можно отнести К таким Мини-скутерам Да, то есть Формата Потому что они уже Такие Огромные Тяжелые Как танки Пруд Подвеска Просто На самом деле Шикарнейшая Великолепная Так что, друзья Оставьте свои Свои комментарии Пожалуйста Ваше мнение По поводу Самоката Как Что вы думаете Вообще О самокате Таком Ваше мнение Мини-скутерам Мини-скутерам Ну что, друзья Вот мы с вами поговорили О самокате Якамура Якамура РС Флагман среди Самокатов Якамура Максимально Постарались С вами Поделиться Этой информацией Покатали Замерили Скорость Ну а я вас Жду на тест-драйв Приезжайте В наш магазин Магазин у нас Находится по адресу Метро 95-го года Торговый центр Электроника На Пресне 200 метров От метро Павильон Б-21 Б-20-22 Работаем Каждый день Без выходных Огромный выбор Электроустройств На любой вкус Но от меня Как всегда Для вас подарок Первым Пяти счастливым Обладателям Самокатов ФРС При покупке В нашем магазине Мы дарим 5 гидроизоляций В подарок Приезжайте Покупайте Катайтесь Будем рады вас видеть С вами был Станислав Всем удачи Всем пока